всем привет друзья мои с вами как же да я олег дубовой я приветствую всех вас на канале пасека у реки мне много и часто звонят мои подписчики зрители друзья знакомые приятели по разным вопросам вот за последние два дня у меня было где-то 45 звонков и один комментарий по одному и тому же вопросу с одной и той же проблемой ну телефонные свои разговоры я вам передавать не буду а вот комментарий я вам сейчас зачитаю одну секундочку найдем его так вот я вчера осмотрел своих пчел и на подморе обнаружил клеща хотя несколько раз обрабатывал пчел мавриком и бипином что делать подскажи пожалуйста с меня магарыч георгий я за магарыч не только тебе подскажу но и видео сниму по этому вопросу и так что же делать если вы обнаружили клеща зимой первое это сделайте себе пометку в своем рабочем блокноте что надо более эффективно бороться с клещом весенний летний осенний период а зимой не мешать пчеле зимовать если у вас нет блокнота заведите его он всегда вам пригодится второе если вы обнаружили зимой своей пчелы клеща и этого слишком тревожит не начинайте паниковать каждый день бегать на пасеку и заглядывать в улья от этого клеща там не убудет и проблема не решится также не следует сразу же предпринимать какие-либо необдуманные действия предварительно не посмотрев на термометр любой препарат какой бы вы не использовали для борьбы с клещом при минусовых температурах мало эффективен в результате чего пользы от ваших спасательных действий будет мало а вреда нанести можете много вплоть даже до гибели пчел прежде всего хотите вы этого или нет но надо дождаться потепления хотя бы до плюс 5 6 градусов тепла но помните что для безопасности ваших пчел и наиболее эффективного результата вашей обработки большинство препаратов рекомендуется применять при температуре не ниже 10 градусов тепла более точную информацию по применению вы можете прочитать в инструкциях к этим препаратам но как всегда есть форс-мажорные обстоятельства клеш зимой это одно из них и поэтому мы не будем дожидаться того тепла которое рекомендуют нам инструкции как я уже сказал дожидаемся 5 6 тепла и готовимся к обработке берем 20 грамм щавелевой кислоты для этого мы воспользуемся весами только не надо пользоваться кухонными если вы смотрели там у них допуск на погрешность плюс-минус 5 10 грамм наколотите на свою голову лучше использовать для этой цели медицинские или ювелирные весы или сразу приобретать щавелевую кислоту которая расфасована уже по 20 грамм затем кипятим воду и растворяем в ней щавелевую кислоту из расчета 20 грамм на 1 литр воды и у нас получается двухпроцентный раствор щавелевой кислоты делать раствор слабее нет смысла теряется эффективность делать раствор более насыщенным также не рекомендуется потому что можно во-первых спровоцировать матку к засеву а второе перевозбудив пчелу мы получим повышенное потребление кормов вследствие чего в дополнение клещу у нас еще и пчела поносится воду для раствора брать из-под крана не рекомендуется вода нужна мягкая в идеале это дистиллированная или дождевая сразу отвечу на вопрос может такой появиться умников у нас хватает можно ли использовать топленый снег я не топил не использовал кому интересно попробуйте потом расскажите можно ли использовать из вместо воды сахарный сироп или медовую сыту конечно можно все в ваших руках и так раствор у нас готов теперь охлаждаем или нагреваем его до температуры 36 37 градусов и проливаем им улочки с пчелами по 5-10 кубиков на улочку делаем все быстро не забываем что на улице зима если раствор остыл опять его нагреваем до необходимой температуры или сразу используем для этих целей термос чтобы поддерживать необходимую температуру нашего раствора если у вас есть сублиматор для распыления щалевой кислоты то это конечно джек-пот лучше я думаю и не придумаешь но не знаю как у вас а у нас он к сожалению стоит очень дорого на эти деньги можно бэушной жигули купить кстати если кто-то решит использовать для обработки пчел бипин не советую бипин накапливается в воске в рамках в меде в берегии до раконозаболевания остается один шаг зачем эти крайности и честно говоря я не понимаю тем более что есть много разных способов разных препаратов для успешной борьбы с клещом уже во всем мире от бипина отказались ну а до пчеловодов стран бывшего ссср никак не дойдет что здоровье людей дороже чем жменька пчел как союз распался а подход к делам остался прежней все пытаемся что-то вымутить ищем легких путей для решения той или иной проблемы даже если этот путь вреден для себя лично и для своих близких не пора ли остановиться до чуть не забыл не забывайте также о технике безопасности при работе с кислотами а то сперва вы бегаете по пасеке чтобы спасти пчел а потом ваши близкие родственники будут бегать чтобы спасти вас что знал я рассказал чем мог я с вами поделился всем пока до новых встреч и крепкого вам всем здоровья